добрый вечер уважаемые коллеги рад вас приветствовать скажите пожалуйста откуда вы у нас сегодня вот из омска пишут как меня слышно соответственно ярославль брянск рязан курган тольятти красноярск омск отлично воронеж елец славный город рудня смоленской области саранск москва шелихов оренбург ставропольский край красноярск лангипас екатеринбург ямал немецкий автономный округ краснодар городец привет из лесного и иркутская область сургут омск поме тула мурманская область волжский кузбасс алтайский край армавир пермь ростов саранск мочегорск ижевск калининград волгодонск башкирия петропавловск хакасия башкортостан белоруссаратов тула барабинск новосибирская область самара таганрог крым таврополь в общем тверь и челябинская область елец еще раз могу сказать да елец с нами хорошо вся россия с нами очень рад вас приветствовать давайте сегодня приемах и методах обучения грамматики на уроках английского языка начальной школе и собственно говоря у меня к вам конечно же есть вопросы очень интересно узнать что для вас самое сложное при обучении грамматики в начальной школе и с какими проблемами при обучении грамматики вы часто сталкиваетесь вот напишите пожалуйста артикль continuous порядок слов части речи артикли просто время так на русском языке не знает некоторых понятий артикль научить почему так нет в русском языке это вообще практически невозможно времена глагола глагольные связки так название части речи на русском языке раз вопрос прошедшим времени просто глагол to be perfect он начали школе перфектные времена не изучают вспомогательные глаголы в порядок просить мне предложение опережение программы русского языка и да есть такое так да то вопросы программы грамматики английского языка и русского языка артикли так значит добрый на глагол to be можно сразу такое-то самые полярные ответы это сравнение русской и английской грамматики да то что одно идет вперед другого артикли глаголы и порядок слов и времена хорошо а вот на многие вопросы особенно с про сравнение собственно говоря грамматики в русском языке и в английском языке да и еще на ряд других вопросов мы сегодня с вами попробуем найти ответ на самом деле они есть давайте посмотрим и так какие же у нас возникают задачи при обучении грамматики это во первых в первую очередь понятно объяснить абстрактные понятия абстрактное мышление у нас формируется только третьем четвертому классу да то есть для них грамматика это что-то несущественное поэтому говорить им об этом сложно и пояснить несовпадающее с родным языком явление на самом деле это все возможно да и очень часто не стоит в принципе отталкиваться от родного языка как такой формы сравнение да то есть познание в сравнении вот давайте посмотрим как же это все решается у нас в учебниках да и что мы можем предложить какие бывают в принципе подходы к обучению в грамматике это сознательно раскрывается суть нового грамматического явления правила его употребления спас следующий автоматизации когда мы даем правила после этого выполняем какие-то упражнения имитативный путь даются готовые речевые образцы с последующей тренировкой это когда мы с вами сразу вводим грамматику в речь допустим у нас когда ребенок рождается он слышит только родителей собственно говоря общается с ними понять и не изучает он просто в принципе узнает язык как из уст в уста вот вот пишет имитативный способ хорош во втором классе кого-то появился звук уже это тоже хорошо я тоже хорошо меня слышите давайте посмотрим дальше использование грамматическую моделирование основанную теорию поэтапного формирования устных действий да по гальперину все очень просто знать на обучение применяется как принцип и подход в happy english.ru имитативный путь это учебники мили грамматическое моделирование enjoy english давайте посмотрим дальше что же у нас хорошего кстати вот сейчас пока все собрались немножко отступлю от темы у меня есть к вам небольшое объявление об объявлении да немножко тавтологии но тем не менее в конце винара к нам присоединится канабеев алексей васеевич главный редактор издательства титул кандидат педагогических наук с информационным обращением да с такой полезной и важной для вас информации но в конце вебинара и так а пока давайте посмотрим на примерах первый пример happy english.ru для третьего класса да как я говорю вот правило в данном случае правило значит как строится отрицательное предложение во времени present simple tense что очень интересно дается и на русском языке тоже пояснение то есть когда у нас учащиеся болеют они могут сами прочитать и в принципе разобраться в проблеме стоящей перед ними и так давайте прочитаем бежим город present simple вроде все спокойно моргана нигде не видно но что же подождем а пока отправимся на улицу отрицательное предложение здесь много будет по-другому для образования отрицательного предложения глагола даракоши нанимает глагол помощника ду он отличается от обычных глаголов даракош тем что место рук у него крылья которые позволяют ему летать по предложению что интересно мы не даем мы даем правило но мы не даем его как сухой теоретический материал который абсолютно непонятен сложен и не запоминаем для младших школьников мы его даем как сказку да это авторская такая концепция очень интересно уроки ворона есть еще и герои как дракон и многие другие что очень помогает собственно говоря разобраться в грамматике не углубляясь в тернии теория не перегружаем детскую психику и голову и так что же пишется дальше дальше дается картинка до которая дает нам понять что и где используется да какие местоимения к чему относятся да она яркая красочно что помогает очень хорошо справиться с задачи объяснения именно где какие местоимения применяются и идут дальше опять таки текст глагол помощник ду очень скромен и на русский язык не переводится за помощь глагол помощник ду забирает у глагола даракоши его сапожок а это значит что с подлежащим теперь работает глагол помощник ду на улице отрицательное предложение глагол помощник ду не разлучен с вредной собачкой нот вот что там происходит ну и дальше идет пример собственно говоря что как это все получается на примерах что и очень интересно да вы говорили да что приходится сравнивать с русским языком и что-то объяснять а или объяснить те вещи которые не объяснены почему глагол ду на русский язык не переводится ответ он скромный просто-напросто мы его превращаем в личность поэтому тут все просто в голове у ребенка абсолютно понятно так про схемы биболета мы тоже с вами поговорим достаточно подробно и почему их не надо опускать вот сейчас мы рассмотрим этот прием так значит почему что что дальше происходит также все объяснено вот но почему значит опять-таки в отрицательном предложении он не разлучен с вредной собачкой нот просто они не разлучны все поэтому все понятно мне друзья почему их надо собственно говоря разлучать так хорошо давайте посмотрим дальше вот какой пример у нас в миле для второго класса можно показать да чтобы стало понятно как же все придумано здесь именно имитативный путь read and act out да то есть нужно прочитать и воспроизвести не могу не разгляжу хорошо то есть мы такие понятия как употребление даем сразу в контексте и вот еще примеры да то есть сразу в картинках все оно понятно то есть видим произносим становится понятно что к чему относится давайте посмотрим дальше вот мы дошли к инжи инглишу к учебнику биболета здесь даются грамматические модели театре объявлен конкурс на лучшего артиста принимать в нем участие перечисли все что ты умеешь делать используя модель да и дается модель как работать с моделем мы сейчас с вами поговорим есть еще приемы конкретизации которые также используются во всех трех линейках издательства титул давайте посмотрим на них персонажи истории да в принципе уже начали об этом говорить в happy english.ru функциональный подход в миле да то есть когда все показывается сразу на практике схемы символов в enjoy english как мы тоже с вами могли смотреть и сейчас тоже посмотрим итак давайте посмотрим на еще один пример да как при помощи персонажев очень хорошо и удобно давать грамматический материал и так present simple tense здесь мы говорим об общих вопросах мы опять в городе present simple отправимся за глаголом work на улицу и вопрос на эту на этой улице глагол дракоша опять нанимает глагол помощника ду и снова отдает ему свой сапожок как ты помнишь глагол помощник ду умеет летать а значит он может перемещаться по предложению для того чтобы образовать общий вопрос глагол помощник ду перелетает начало предложения опять таки да почему он возникает собственно в общем опросе ду ставится на первое место ну что просто он перелетает у него каждый раз возникает желание достаточно легко объяснить такие вещи ну а красочные картинки тоже помогут понять что и за как и зачем идет и так а в мире для второго класса можно увидеть вот такой пример опять таки look and say да то есть нужно проговорить о тех понятиях которые мы видим да вот первая картинка вторая картинка двери третья кровать вот дом под номером шестым что нужно сказать да да рассказывается на примере what's this i think it's a chair no it's a table да то есть сразу дается понятие как с этим работать как правильно произносить итак давайте посмотрим дальше в enjoy english для второго класса мы можем увидеть вот какой пример еще и где применяется игровая форма продолжим наш конкурс расшифруя объявление о потерявшемся станенке есть объявление нужно его расшифровать как это расшифровать для себя и пользоваться грамматическими моделями я вам тоже покажу итак какие же бывают типы знаний это нужно обязательно учитывать при обучении грамматики в начальной школе есть нормативные знания сессизированное изложение грамматических правил литературного языка то есть когда мы даем правила дети учают и применяют в жизни а есть процедурные знания это знания как сделать что-либо они проявляются на уровне реального действия да но у процедурных знаний есть такое примечание они не преобразовываются в описательные в описательные носители языка например может грамотно использовать язык не будучи способным воспроизвести то ли или иное грамматическое правило и наоборот описательные знания не переходят в процедурные да как часто бывает особенно в русском языке в начальной школе Петя ты все правила знаешь но применить никак не можешь ну диктаньте 15 ошибок сделал то же самое и у нас в английском языке когда вроде правила знает а применить не может нет такого навыка или допустим есть процедурные знания вот могу воспринимать речь на английском могу читать по-английски и понимать о чем идет речь сам говорить не могу нет такого знания вот с этим тоже это тоже нужно все учитывать давайте посмотрим happyenglish.ru для 4 класса пример в данном случае нужно уже нужно собственно говоря ввести правила в жизнь правило дается в очень простой форме да уже меньше идет рассказов давайте посмотрим как это будет звучать we will not go to school tomorrow они не пойдут завтра в школу часто will not сокращают вот так won't да то есть тут нету такого уже длительного рассказа но опять таки правило дается в достаточно простой форме обратите также внимание что у нас идет очень много дальше упражнений именно на закрепление данного правила данного явления итак давайте посмотрим на инжи инглиш для 4 класса здесь дается опять правило i will swim буду плавать you will swim будете плавать правильно говорить о действиях и событиях которые будут происходить в будущем теперь может по моменту глагол will он ставит перед основным глаголом простое в будущее время называется future simple как вы могли заметить достаточно простое изложение правила но уже без каких-то таких историй и персонажей но тем не менее очень простое изложение все понятно все ясно опять таки к 4 классу уже постепенно в инжи инглиш уходит от грамматического моделирования и уже возвращается к привычным нам вещам давайте посмотрим дальше в 4 классе в интересной форме дается например степень сравнения да опять таки сразу в речь в общение как это происходит значит у динозавра самый большой зуб да у какого значит какой 15 28 или 50 сантиметров то есть нужно послушать посмотреть и ответить вот спрашивают грамматику лучше на русском языке объяснять да если вы что-то говорите именно поясняйте то конечно же лучше на русском языке поскольку абсолютно неоправдно объяснять грамматику особенно в начальной школе на английском языке станет совсем непонятно а что делать вот давайте немножко прокомментируйте в плане что с ним делать вот а так и вопрос интересный значит спасибо за ответы работая первый год старший учитель требует от меня грамматику на английском совершенно неверное утверждение поскольку вот точно знаю что в институте на пятом курсе пять процентов общения на уроке на парах имеет право преподавателя вести на русском языке на пятом курсе в институте а что говорить про началку объяснять или нет это существует в живом английском я думаю что в начале можно уже не объяснять поскольку чаще всего будет все таки использоваться will в живом английском они все таки чаще используют will уже наверное на 95-99 процентах так я объясняю на русском заоческого нужно по-английски а потом переводить но это же время спорный вопрос я думаю что имеется что лучше именно посмотреть в книге по методике и как то что есть что вам оттолкнуться от них вот коллеги пишут да шел и жил с себя я думаю что в начальной школе вообще не стоит акцентировать на это внимание и концентрироваться на will шел вот даются термины по-английски и объясняются по-русски но термины смотря что глаголы явно по-английски нужно сказать пояснение уже на русском так шел вымер в олимпиадах есть с ним задание когда вы дойдете до олимпиад тогда напомните о глаголе шел значит в гос есть на всех учебниках издать титул сразу отвечу давайте я говорю что шел используют британцы но во всем мире обходится без него используется will по-моему уже и британцы используют will хорошо давайте посмотрим дальше посоветуйте книги по методике я вам посоветую авторов есть буду называть пофамильно сразу скажу Солового Пасов можно посмотреть очень простое изложение многих методических вещей у Щукина у него очень реферативно это написано много книг ну вот хотя бы бим так же да мы отклонились от темы вебинара да вот гальперин ну и конечно же миролюбов куда же без него кстати книгу вы можете взять у нас заказав ее в интернет магазине да тоже очень интересно я по первой книге миролюбова диплом в институте по выпускной писал да можно еще и обратиться к радиславу петровичу у которого очень много статей к ней ему можно задать вопрос на форуме поскольку он доктор наук его мнение будет намного выше я даже сказал нереально выше чем мнение коллег итак давайте вернемся к теме вебинара значит про миле мы с вами поговорили да что дается сразу в контексте но тем не менее дается грамматика и собственно говоря возвращаемся к работе с моделями как обещал поговорим об этом да у нас как у нас возникает допустим пришел учитель вновь пришел работать в школу он не работал по учебнику биболитовой да по enjoy english и сразу сталкивается вот например с таким заданием да в третьем классе задать слоненку собственные вопросы по модели да для учителя который с этим не работал это конечно же будет выглядеть как какой-то шифр очень непонятно что с этим делать а очень просто посмотреть на форзац учебника где идут условные обозначения собственно говоря ключ к этому шифру раскрыт значит белый квадратик действующий ли жираф из белого квадратика уходящий в треугольник с буковкой s это действующее лицо третье лицо единственное число черное квадратство объект белый треугольник глагол обозначающий действие чувство состояние треугольник в треугольнике некоторые его называют фиг вам глагол помощник треугольник с гирей это глагол связка треугольник черный глагол обозначающий отношение к действию и белый треугольник место действия ой господи белый круг это будет место действия и белый круг со стрелками время действия да а пишут они еще не знают про третье лицо единственное число не надо знать покажите им примеры все сразу поймут это эти обозначения в первую очередь для вас чтобы вы знали о чем идет речь а детям покажите на примере итак давайте посмотрим собственно говоря схемами с условными обозначениями познакомим что же делать дальше каждую новую модель учитель изображает на доске учащиеся опираются на модели при построении своих высказываний формулирование вопросов при явлении нового или закреплении известного грамматического правила модели служат не только опорой для построения высказываний но и средством для самоконтроля учащихся во втором классе учитель не объясняет что фигура обозначает те или иные части речи такие объяснения вводят в третьих и четвертых классах когда дети знакомы с системой речи на родном языке да то есть мы собственно говоря компенсируем нехватку знаний да мы отсрочиваем эти знания чтобы это совпадало с русским языком модель иллюстит морфолого семантические связи на уровне предложения каждый из компонентов модели может обозначать целую синтагму грамматические модели позволяют развивать у младших школьников умение анализа и синтеза информации умение работать с знаковыми символами средствами передачи информации умение самоконтроля итак давайте посмотрим дальше функции модели да чтобы понять зачем они нужны нужно посмотреть их функции для себя обобщающая модель обозначает большое количество фраз с одинаковой структурой но разных по лексическому наполнению планирующая ученик самостоятельно конструирует фразы и высказывания опираясь на модель контролирующая ученик может самостоятельно найти ошибку с опорой на модель опять таки и давайте посмотрим дальше пример из учебника для третьего класса Джим взял интервью у одного из учеников для школьной стенгазеты найди ответ на каждый вопрос угадай с кем говорил Джим да, дается модель даются предложения все это можно соединить совершенно спокойно если со второго класса заниматься по моделям давайте посмотрим после того как мы с вами разобрались собственно говоря с моделями да, поскольку я знаю что это всегда вызывает много интересных споров кто-то говорит что это очень хорошо кому-то это непривычно спор этот можно разрешить очень просто тут нужно пойти от того что так конечно учащимся воспринимать намного проще для нас для взрослых людей конечно это сложновато потому что у нас уже по-другому мышление строится спасибо большое Ирина Кузнецова за такой приятный отзыв на самом деле на практике если подходить ко всему максимально упрощая да то я думаю что все так же будет хорошо смотрите да когда вот допустим я или мои коллеги готовим вебинар можно пойти по принципу максимально теоретизировать его и тогда вы уйдете мыть посуду готовить обед но явно не слушать меня либо показывать все максимально наглядно и понятно да где-то даже что-то немножко упростив и тогда становится интересно вы все внимательно слушаете и вы просто можете почувствовать по себе когда вот по себе все в мире что все очень становится легко вот и поэтому когда на уроке все показывается наглядно и на примерах там тоже все будет спасибо большое это когда вы на уроке будете показывать все это и показываете наглядно и понятно да с примерами то все сразу становится понятно и вашим учащимся то есть если для нас с вами взрослых людей нужно показать страницу учебника чтобы было понятно то о чем мы говорим то для учащихся нужно показать грамматическую модель рассказать им историю как happyenglish.ru или сразу ввести в контекст вообще не прибегая к теории вот итак давайте посмотрим на все возможности УНК при обучении грамматики на самом деле их достаточно много в первую очередь советуется активное использование рабочих тетрадей применение ОКП обучающихся компьютерных программ на уроках и работа с приложениями грамматическими справочниками в конце учебников да давайте посмотрим вообще и начнем мы с вами с ратрати очень часто видел да я переходил в свое время из одной школы в другую когда приходишь в школу начинаешь смотреть что осталось да видя что рабочие тетради которые вот правильно пишет Наталья что о большой подспорье вот это большое подспорье было использовано за год как допустим взяли тетрадку happyenglish.ru для workbook number one для третьего класса открываем а там всего 30% упражнений использовано на самом деле это очень мало можно использовать намного больше поскольку в тетрадях есть огромное количество разнообразных упражнений которые отрабатывают те или иные грамматические лексические и другие навыки итак давайте посмотрим english.ru workbook number one для третьего класса вот пожалуйста вставь в эти предложения потерявшиеся глаголы дорогие м из или а да то есть идет отработка в present simple глагола to be предложение 7 можно поработать можно взять себе секундочку перерыва собственно говоря дать учащимся выполнить это зафиксировать это наглядно в домашнем задании мы опять видим упражнения с тем же самым смыслом то есть они это еще и повторят дома уже точно явно собственно говоря запомнить все это итак давайте посмотрим дальше happyenglish.ru workbook number one для четвертого класса сейчас делаю чуть-чуть крупнее так совсем крупно сделал упражнение номер два задай к этим предложениям общие вопросы переведи вопросы и ответы на русский язык соответственно они сначала у нас задают вопрос потом еще и переводят да и собственно говоря очень хорошо можно запомнить те которые были предложены для изучения в учебнике итак или для третьего класса тоже есть ряд упражнений которые помогают изучить грамматику более внимательно давайте посмотрим на упражнение первое чтобы было максимально видео видно сделаю значит нужно подчеркнуть различными цветами а значит разрисовать робота различными цветами а затем подчеркнуть предложение тем цветом в которые вы разрисовали ту или иную часть тела этого робота да соответственно опять таки идет параллельно еще и обработка грамматики поскольку нужно понять о чем идет речь в предложении да и они видят что допустим it's got a big head им понятно что для того чтобы сказать у него большая голова нужно использовать конструкцию it's got ну it has got конечно же если в полном варианте здесь более такой разговорный сразу вариант дается it's got a big head итак давайте посмотрим дальше итак да вот даже было покрупнее еще есть замечательное упражнение второе на той же странице где нужно дополнить предложение и собственно говоря уже нарисовать робота опять таки идет работа и с лексикой и с грамматикой мы кстати о связи лексики и грамматики говорили не так давно на предыдущих вот если видели то можно собственно говоря посмотреть так вот какую-то проблему это очень сильно обсуждают плохо видно за приближение вернули так так оно было упражнение не на перевод оно было на постановку сначала вопроса а потом уже перевод самого вопроса так что тут не так а так я бы не сказал что они дорогие посмотрите в интернет-магазине у нас в издательстве будут очень даже недорогие может быть в рознице конечно цены повышают так так вижу итак давайте продолжим хорошо я просто стараюсь смотреть чат для того чтобы все время быть на связи с вами хорошо давайте посмотрим например из мили для четвертого класса где нужно сейчас чуть-чуть побольше сделаю в первом упражнении да составить предложение да поскольку нельзя составить предложение let's play because he is ill то нужно явно понимать какие-то грамматические основы и структуру чтобы его выполнить итак давайте посмотрим дальше enjoy english в тратке для второго класса можно найти например вот так упражнение сейчас по-моему надо мне да упражнение четвертое обратите внимание выбери запиши слова которые можно обозначить значками значками как можно посмотреть на форезации если кто-то подзабыл и распределить эти слова что дает нам возможность собственно говоря разделить грамматические понятия уже во втором классе не объясняя собственно говоря глубокую теорию да и как это систематизировать явно уже они глаголы которые будут обзначать одним из данных значков не будут путать с существительными поскольку они оказались в разных группах под разными значками кстати грамматические модели очень легко можно сравнить с палочками в математике когда чтобы посчитать считают не цифры а именно палочки давайте посмотрим дальше в иншуи инглеш для третьего класса в рабочей стираде можно найти вот такое упражнение составь вопрос и расплавь слова нужны в порядке да тоже очень хорошее упражнение используется на всех этапах обучения в средней и даже иногда и в старшей школе чтобы тренировать именно построение вопроса правилом или проверить насколько хорошо они поняли данные данные правила как строить именно вопросы давайте посмотрим теперь на то как ОКП помогает в обучении грамматики я предлагаю вам несколько скриншотов из инжуи English а дальше посмотрим захват из всех учебников посмотрим скриншоты именно для того чтобы собственно говоря если у вас у кого-то не будет показываться именно видеозахват вы могли также понимать то о чем идет речь итак соответственно между моделью и текстом во втором классе послушай рассказ и щелки на правильной модели да нажимается звук звук можно нажимать несколько раз пока не станет понятно и соответственно выбирается нужная модель учительства тренируется как и аудирование так и грамматика давайте посмотрим дальше выбрали ответ неправильный ответ зачеркивается крестиком итак давайте посмотрим дальше соответствие между моделью и текстом в третьем классе тут тут уже предлагается прочитать текст и выбрать модель опять-таки подходящую к данному тексту текст небольшой поэтому все это можно быстро очень эффективно выполнить также это можно посмотреть на примере все эти упражнения из интерактивных плакатов которые я сейчас показываю скриншотами значит можно составить по модели составить модель по тексту да текст да предложение нужно и нужно составить собственно говоря эти модели итак давайте посмотрим дальше есть кнопочек можно все проверить а что делать если электро видно и слышно а материала не видно ошибка перезагрузиться в другом браузере поскольку вы меня слышите могу вам это подсказать итак а работа с приложениями и грамматическими справочниками в конце учебников сначала посмотрим приложение справочники а потом перейдем собственно говоря к уже видео захватам итак в инжуи для третьего второго четвертого класса есть грамматический справочник в третьем классе он дается в ситуативной форме то есть мы с вами можем увидеть вот такие красочные картинки где дается объяснение грамматических явлений has he got a pet yes he has has he got a big angry dog no he hasn't where do you live i live in the house да то есть можно понять как употреблять те или иные грамматические явления уже в реальности очень хорошо когда учащиеся болеют обратите внимание на данный справочник такой же справочник есть и в happyenglish.ru и в миле давайте посмотрим на видео захваты как и обещал которых тоже можно очень интересно тренировать грамматические явления и первый видео захват будет из enjoyenglish для четвертого класса нужно послушать предложение и составить модель прослушали предложение надо может еще раз нажать послушать и уже начинаем составлять модель да ученик думает проверяет если что-то не нравится можно изменить свой выбор вот вы видите нажав на зеленый кружок и дальше набирается значок да знаки лягушка и так давайте посмотрим на следующий видео захват и это этот видео захват из happyenglish.ru для второго класса в данном случае нужно подставить вопросительные слова чтобы получились целостные вопросы так вот пишут это отдельное предложение по грамматике нет это меры из обучающих компьютерных программ к учебникам happyenglish.ru и enjoyenglish и 2-4 класс эти упражнения там есть смотрите пройдите по упражнениям пощелкайте это увлекательно как мы видим да наши учащиеся все вопросы видят вот такой очаровательный ролик давайте посмотрим дальше если соответственно неправильно он не увидит эти ролики эти задания не только для интерактивной доски вы их можете использовать совместно с проектором либо показывать на значит в данном случае нужно расставить слова чтобы получился вопрос восстановить порядок да вот коллеги вторят моим словам подтверждают что можно просто выводить на экран и либо каждый ученик на компьютере выполняется остальный вид либо вы выступаете в роли секретаря если все верно то соответственно можно увидеть такой вот еще один очаровательный ролик третьего класса обучающей компьютерной программы здесь также нужно расставить слова чтобы получилось предложение либо вопрос да как мы видим вот учащийся расставляет все слова в порядку возникают предложения либо вопросы пока мы не знаем сделали он правильно это или нет но точнее как только все расставили нажимаем кнопку и видим с вами очень поток употешный интересный ролик ради которого учащиеся очень часто еще больше стараются выполнить данное упражнение давайте посмотрим на след видео захват и измилить его класса в данном случае нужно расставить предложение чтобы соответствовать картинке значит скачать УКП невозможно их можно приобрести в интернет-магазине издательство титул можно их заказать с электронной доставкой да устанавливаются они на один компьютер по одному коду да его можно переустановить до десяти раз у нас компьютер он другой но не менее он будет работать по одному коду на одном компьютере вот пишет даже взрослому ясно данное упражнение действительно так да задание достаточно труда учащийся все еще растаскивает предложение если все верно мы можем полюбоваться этим замечательным котиком итак давайте посмотрим последний видео захват enjoy English 3 класса по грамматике из обучающей компьютерной программы в данном случае нужно составить модель по предложению да эти упражнения можно найти в обучающей компьютерной программе к учебнику enjoy English happy English 3 и миле так как мы видим наш практически растаял все и соответственно получил в подарок такой вот очаровательный мультик ну что ж давайте перейдем к итогам а после этого Алексей Васильевич сделает информационные сообщения и собственно вариации итак резюме обучение грамматики может строиться при помощи различных приемов да как мы с вами смотрели это конкретизация это подход от нормативного правила либо от процедурного предложения строения материала УНК позволяет комплексно изучать граммат материал при помощи рабочих тетрадей обучающих компьютерных программ и дополнительных материалов в учебнике использование всех возможностей УНК дает возможность изучить грамматику каждому учащемуся то есть появляется возможность нужного количества повторения для того чтобы собственно говоря грамматический материал был усвоен на этом на этом у меня собственно говоря все если есть вопросы касаемые грамматики я на них отвечу а так у нас уже в студии Алексей Васильевич Конобеев главный рейдер который собственно говоря хочет сделать информационное сообщение так хорошо пошли вопросы к Алексею Васильевичу передаю ему слово и см 한번 размер и ну